Продолжение следует... Выкройте, чтобы он спокойный был. Надо постелить какую-нибудь салфеточку чистенькую, чтобы потом она уже нигде не использовалась, потому что она в таком танеце будет участвовать. Если что-то вдруг не так, лучше сжечь потом это все. Сжечь или... Ну, лучше сжечь. В крайнем случае закопать землю, чтобы не осквернили, чтобы ни в туалет никуда не выкинули, ничего. Значит, что? Все. Берем, стелим эту салфеточку какую-то чистенькую. Берем Евангелие, если у нас есть Евангелие. Ну, должен быть. На него тоже какой-нибудь платочек, да хоть носовой платок, не важно, чтобы он был чистенький, чтобы потом он уже нигде не использовался. Кладем, значит, на Евангелие вот этот платочек. И дальше... Ну, тут у меня вот есть чаша такая. А на самом деле это может быть и не чаша, а может быть стопочка какая-то, не стопочка, рюмочка там какая-то красивая, да? Бокальчик, фужерчик какой-то. Вот. Ставим это все. Ну, предварительно, конечно, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господи, Иисус, Господи, Сыне Божий, благослови нас. Принять участие. В таких условиях домашних ты видишь, это не по нашей нерадивости, а по ситуации, какая сложилась. Ты же все видишь, ты же, простыми словами, не фарисей. Он все прекрасно видит и понимает, что мы это делаем по необходимости. Значит, исповедались, я там говорю в проповеди, как, да? Подошли в уголочек перед иконками там где-то. Если нет даже такой возможности, значит, просто про себя сказали, Господи, вот, просит Христа ради, я то-то, 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 вот такое пододел, я там говорю это все. Значит, исповедались. Прочитали правила, опять же говорю, если есть возможность, все правила прочитайте с канонами и акафистами. И плюс правила к причастию. Нет такой возможности, значит, просто правила к причастию. Нет такой возможности, значит, хотя бы вот самые основные молитвы. как Мария Египетская, «Отче наш» и «Веру» читала. Нет такой возможности, значит, там «Отче наш», нет такой возможности. Самое простое про себя сказать, Господь, во имя Отца и Сына, если так, Духа Господь, причасти меня грешную работу или грешную вырабатывай. Значит, взяли какой-то, не важно, что это будет. Может так случиться, что и никакой чаши, никакого Евангелия, ничего, не будет возможности. Значит, просто я говорю, хоть крошечку, хоть какую-то кору там с дерева, хоть листик какой-то, положили, Господи, ты видишь, вот, ну, другого ничего у меня нет перед собой. Причасти уж меня во имя Отца и Сына, Сына и Сына, Духа, прости, помоги и причасти, дай мне силой разум творить и волю твою святую, освети меня, Господи, церковь свою. Вот это вот, освети меня, Господи, церковь свою, все равно я твоя, все равно моя душа твоя, как невеста твоя церковь, освети ее. И все, и причащайтесь. Ну, а будет возможная, значит, вот, салфеточку, Евангелие, на Евангелие тоже какую-то салфеточку, поставили эту, ну, вюлочку там или бокальчик какой-то у вас есть. Значит, что еще нам тут надо? Вот, ну, у кого-то, может быть, вообще будут святые дары, да, там, батюшка им оставит. Вот, тогда берете святые дары, значит, берете лжицу тоже, какую-то ложечку одну, чайную обычную ложечку, неважно, главное, чтобы она потом уже нигде не использовалась. Перекрестили, святой водой ее побрызгали, ну, нет, святой воды просто перекрестили. Отсвечается ложка себя во имя, лжица себя во имя Отца и Сына, 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 Духа, Господи, ты же видишь, другого нет. Берете отсюда там святые дары, кладете сюда в эту, значит, в чашку, чашу, наливаете туда, святой водички можно налить немножко, если есть. Можно добавить еще вина туда тоже, ну, как обычно, перед печатью. Если нет вина, нет святой водички, да просто во имя Отца и Сына, 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 Духа, и капельку налейте туда. Все Бог примет по ситуации. Есть возможность, значит, сделайте более полно. Нет, как уж есть. Все, положили туда, значит, частичку, хоть крошку, неважно. Нет святых даров, значит, может быть, просворки есть. От просворки частичку положили, также залили вином водой. Нет вина воды, даже и чаши может не быть, значит, просто на ладошку положили крошку, положили листик, положили там травинку, все. И освяти мне, Господи, церковь свою, то, что я вам говорю, по возможности. Простыми своими словами. И причащайтесь. А потом также благодарственные после этого взяли там, а может быть, еще кто-то пришел, так же встали, плат возьмите, чтобы не пролить, не дай Бог, кто-то там подержит, ну, как обычно на причастии. И так же можно причастить. Лучше, когда это мужчины делают. Но нет мужчин, значит, ну и женщины будут делать. Потому что такое время пришло. Что теперь? Господь принят. Причастились так же, потом прочитали, опять же, эти благодарственные молитвы. Есть возможность прочитать, нет возможности, просто Господи, спаси, Господи, спаси, благослови, Господи, меня грешно еще раз. Вся моя благодарность сердечная за то, что сподобил меня причастить, святых твоих тайн. Уж как получилось, прости, если можешь, ты же все видишь, что я не по нерадивости, так вот, можно сказать, комканно причащаюсь, ну, по необходимости. И все Господь примет. Точно так же причащались, как я уже говорил, первые христиане, которые собирались там на могилках, в катакомбах. То же самое было, так же просто. Вот, специально вот вам рассказываю, чтобы вы еще раз, главное в чем, не переживали, ничего страшного не произошло. Ну, так, так, так Богу угодно сегодня. Значит, слава Богу за все, не нашего ма дела. Продолжение следует...